всем привет с вами николет спасибо что смотрите мой канал и сегодня я хочу поговорить про готовые смеси для волос я их еще называю смеси для ленивых потому что не нужно брать основу растительное масло добавлять эфирные масла все это смешивать разогревать вот готовые продукты которые сделают наши волосы шикарными блестящими и помогут очень сильно в отращивании очень часто у меня в контакте спрашивают как отрастить волосы если волосы не растут волосы либо замедленно и замедленных рост либо обламываются кончики девочки вначале определитесь если у вас действительно обламываются концы вы пользуетесь плойкой феном утюжками вы волосы обесцвечиваете то конечно какое какая будет прибавка волос в росте если у вас волосы секутся и вы постоянно вынуждены их подрезать ведь залог длинных волос при отращивании да если вы хотите добиться длинных волос это свести подстригание к минимуму то есть хотя бы там два раза в год так вот в этом нам помогут как раз таки масла которые напитают наши волосы увлажнят придадут им силу блеск напитают очень полезными минералами веществами поэтому как говорится масла нам всем путь только я вот благодаря маслам смогла действительно отрастить волосы масло это номер один в отращивании волос и мне другого способа неизвестно если есть какой-то другой способ расскажите про него но что касается длины чтобы ее спасти уберечь то это только масло значит итак поехали начнем первое значит на что хочу обратить внимание это вот это вот шикарное масло это аюрведическая смесь масло которое произведено в индии в его состав входит очень много аюрведических компонентов оно изготовлено в полном соответствии с традиционными древними аюрведическими методами путем смешивания масел кунжута кокоса имбирной лилии кускуса земляного миндаля зародышей пшеницы с экстрактом нима брахмы листьев клещевины бринга рая и священного базилика производитель уверяет что средство укрепляет корни предупреждает сушащее воздействие большинство шампуней одновременно смягчая кончики и восстанавливая естественный баланс здоровой кожи головы роскошных волос она конкретно позиционируется производителем как пресс шампа то есть готовая смесь масел для нанесения до мытья головы то есть до шампуня я думаю что все знают кто занимается волосами что чем масло дольше находится на волосах тем лучше масло как вы знаете как это пословица кашу маслом не испортишь то же самое я считаю что маслом волосы не испортишь можно наносить на 1 на 2 если у вас есть возможность оставить масло на ночь оставляйте достаточно просто нанести волосы значит нам на волосы масло можно не закутываться никакой пакет никакие полотенца пусть ваши волосы дышат заплетите косичку уodzi время на ночь заплетай косичку с этой косичкой сплю и в принципе все отлично, все замечательно. Очень рекомендую это масло. Оно всегда будет в моем арсенале. Вот оно сейчас у меня уже заканчивается. Здесь где-то вот столичка осталось. Ждать посылку две недели. Ну, вот я, наверное, завтра выйду на работу и буду делать заказ. Буду пить кофе с утреца и сделаю заказ, потому что я просто не представляю своей жизни без этого масла. Замечательное масло. Спасибо производителю за такой шикарный продукт. Кстати, масло имеет несколько зеленоватый цвет. Блондинки, не бойтесь, им пользуется моя подруга, блондинка. Все у него прекрасно, она не позеленела. Вот. Значит, следующее масло, которое я хочу рассказать, это тоже масло из серии Аюрведы. Что мне нравится, у него вот такая вот синенькая бутылочка темная. Вот. И здесь 25 аюрведических компонентов. Тоже шикарное, тоже роскошное. Оно вообще позиционируется как масло для массажа. Но поверьте, если можно масло наносить на тело, то на волосы его можно наносить подавно. У него такой шикарный состав, что пройти мимо, мимо такого масла я просто не могла. Итак, что входит в его состав? Значит, 25 аюрведических масел и экстрактов. Я перечислю только то, что я смогла перевести, потому что, наверное, процентов 30. Я даже таких названий не знаю. Я не перевела. Значит, слушайте. Кунжутное масло, спаржа, экстракт аира, индийский бук, касторовое масло, индийский послен, уранья, гималайская сосна, борщевик, фенхель, сандаловое масло, желтый лишайник, кардамон, корень мускуса, мальва, вишня, каменная соль. Я думаю, что про каменную соль те, кто занимается волосами, все наслышаны, насколько в ней полезных минералов и витаминов. Поэтому не удивляйтесь, соль сюда тоже входит. Полезно и для волос, и для тела. И вот такое шикарное масло. Покупала и буду покупать. Значит, я, по-моему, не сказала. Все масла, это с американского сайта iherb.com. Ссылки на эти масла вы найдете внизу под роликом. Нажмите кнопочку развернуть. Так, значит, следующее маслице. Это масло, очень мне тоже нравится, но это не аюрведа. Это просто очень хорошее органическое масло от фирмы Aura Cassia. Вот, это масло пихты бальзамической. Оно идет тоже как для тела. Я же его использую и для тела, и для лица, и для волос. Значит, здесь масло виноградной косточки, абрикосовое, сладкий миндаль, пихта, масло лимона, эвкалипт, моржевельник, масло мирта, витамин Е. Имеет легкий хвойно-апельсиновый аромат, легкий согревающий эффект при массаже. Значит, сразу хочу сказать, что у всех масел, они все прозрачные по консистенции, кроме вот этого. Это немножечко зеленовато. Все они в темных бутылочках. Это специально для хранения. Очень часто у меня спрашивают, как хранить масло. Вообще, как бы рекомендуется масло хранить, да, в темном месте, в прохладном месте. Можно хранить в холодильнике. Но лично я масло храню в ванне, в шкафчике, очень плотный, туда влага не проникает. Вот. И там тепло, и температура не поднимается выше 20-23 градусов. То есть, в принципе, все масла мои хранятся там. И у меня масло где-то, ну, в целом за год, так как масел у меня сортиметр очень большой, каждое масло я использую где-то за год. И ни одно масло у меня еще не испортилось и не прогоркло. Значит, что еще хочу сказать, что мне нравится, что у каждого масла вот оно не выливается. Очень удобный дозатор. Там вот такая вот мембрана стоит. Вот я не знаю, видно вам ее или нет. То есть, масло вытекает только при нажатии. Вот. Если вдруг масло можно взять с собой, оно не потечет, ничего не будет. Очень удобный дозатор. Значит, следующее масло, про которое я хочу рассказать, это вот такое масло. Только потом я заметила уже, когда оно ко мне приехало, что это не масло, ну, как, это масло, но оно позиционируется производителем, как массажный крем. Дело в том, что я все продукты для волос, для лица, для тела выбираю строго по составу. Я как бы так, ну, посмотрела на название, но, наверное, не совсем обратила внимание. Ну, и что вы думаете? Вот сейчас я снимаю ролик, да, и почти добила эту бутылочку. Сейчас у меня на волосах нанесено именно это масло. Именно этот так называемый крем. У него основа, кокосовое масло. Я думаю, все знают, кто пользуется, да, кокосом, что кокос при определенной температуре имеет вот такую вот густую консистенцию, и потом при более высокой температуре он может переходить в жидкое состояние. Это нормально для кокосового масла. Многие почему-то думают, что масло там испортилось, было густым, стало жидким, или наоборот, было жидким, а потом вот как бы выпало вот в такой вот, некоторые называют осадок. Девочки, не бойтесь, это нормальное состояние. Так вот, у этого маслица основа кокосовая. Оно прекрасно выдавливается через этот дозатор, несмотря на то, что вот кажется, что оно какое-то очень густое, ничего оно не густое, оно нормальное. Итак, это у нас имбирь и мята. Значит, что еще входит, кроме имбиря и мяты? Значит, кокосовое масло, как я уже сказала, это основа. На втором месте масло виноградной косточки, абрикосовое, масло сладкого миндаля, жжаба, глицин, сойка, рите, молоча, витамин Е, масло лимона, мята, имбирь. Масло пахнет очень приятно, запах такой несколько пряный. Органика очень вам рекомендую, классная вещь. Следующая маслица, это лимон. Готовая смесь масел, имеет цитрусовый аромат, отличное питание для волос, особенно актуально для светлых волос. То есть конкретно, вот я считаю, что девочки, блондинки, обратите внимание на это маслице. Масло виноградной косточки в составе, абрикосовое, миндальное, эфирные масла, лимона, мята, розмарин, масло сладкого апельсина, витамин Е. Значит, за счет наличия эфирных масел цитрусовых, отлично подходит для профилактики целлюлита, дряблости кожи. Это для тех, кто решит использовать его для тела. Следующее масло, это масло герани. Никогда не думала, что когда-нибудь мне встретится масло герани. Естественно, здесь оно в бутылочке представлено в виде не жирного масла, а в виде эфирного масла. Итак, значит, что еще входит сюда? Значит, масло виноградных косточек, абрикосовое масло, сладкий миндаль, эфирное масло лаванды, масло семян кинзы, эфирное масло герани, роза дамаска, а также добавлен антиоксидант, витамин Е. Масло с прекрасным цветочным ароматом, пахнет свежестью. Я все люблю вот эти вот 6 масел. Это мой обновленный уход за волосами. Об этом уходе вы все время у меня спрашиваете, что новенького в моем арсенале. Вот все эти масла я перепробовала, все они мне очень понравились. Было там пару масел, одно сняли с производства, я поэтому не стала о нем рассказывать, а второе мне очень не понравилось из-за запаха. Я решила, что не стоит тратить ваше время, ваше внимание, рассказывая про него. Расскажу только про то, что понравилось, что действительно мне не стыдно как бы вот рассказать, поделиться с вами этой информацией. Действительно, масла вот эти вот шикарные. Девушки, роскошных вам, блестящих, гладких, длинных волос, ухаживайте за собой, ухаживайте за своими волосами, и волосы вам обязательно скажут спасибо. Спасибо и вам за то, что меня смотрели. Подписывайтесь на мой канал. Буду и дальше продолжать снимать ролики. Извините, ленюсь в последнее время, снимаю редко. Девчонки, ну действительно, занята, двое детей. Ну, как могу. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пишите ВКонтакте, присоединяйтесь с друзьями, заходите. Буду со всеми рада пообщаться. Роскошных, здоровых волос. Пока-пока.